Природный парк Ергаки – территория заповедная. Здесь не то, что стрелять в зверей преступления. Уголовная ответственность грозит даже за появление в парке с ружьём. Но браконьеров это не останавливает. Участковый госинспектор Александр Курганский говорит, зимой, когда количество снега переваливает за отметку метр, охотникам не так-то просто попасть в тайгу. Наступает затишье. И вот тогда никто не мешает наблюдать за животным миром парка. Забираться в самые дальние уголки. И теперь у нас тут маленький небольшой научный пункт. Ведём мониторинг за животными. По мнению хранителей флоры и фауны парка, постоянный контроль на территории просто необходим. На снегоходах госинспекторы добираются до отдалённых подкормочных площадок, так называемых солонцов, куда заставляют угощения лесным жителям. Вот это овёс, которым мы подкармливаем всю живность, которая здесь находится. Но в основном это кабаны, зайцы, козы, моралы. Здесь же недалеко от солонцов установлены фотоловушки для регистрации фауны парка Иргаки. Октябрь и ноябрь оказались довольно богатыми на фото. Видеофиксаторы засняли большое количество зайцев, стадо кабанов и косуль. Сотрудники парка говорят, животные как будто красуются перед объективом. В ведении природного парка Иргаки появился ещё один противопожарный кордон – Толовка. Место выбрано не случайно. Здесь начинается южная часть заповедной территории, где преимущественно степи и смешанный лес. В этом охраняемом уголке парка ведутся научные работы. Поля около кордона засеиваются овсом и травами, куда приходят за лакомством кабаны и косули. «Чем-то ловко примечательно для парка. Это единственное место в парке, которое фактически переходит в степную зону. Здесь уже недалеко граница с Тувой. И вот на стыках таёжных и степных зон особенно большое биологическое разнообразие». С этого года природный парк Иргаки совместно с заповедниками начал проводить научные семинары и школы с детьми из Алтайского, Красноярского края, Хакасии и Тувы. Летом и зимой школьники занимаются полевыми исследованиями. А на следующий год зоологами и биологами из Томска и Новосибирска запланирована большая научная экспедиция в западную часть природного парка на Араданский хребет. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.